Доброе утро всем, кто на самоизоляции, всем, кто дома. Сегодня мы готовим смузи. Мы смузи готовим почти каждое утро, 4 раза в неделю. Сначала я, чтобы не портить замечательную цедру, всегда снимаю картофельечисточкой тонкий слой. Эта цедра подсушена, она идет куда угодно, в любое блюдо может пойти цедра, и в рыбу, и в мясо. Ну, тем более, в любые сладкие ваши заморочки. Вот, ладно, у меня уже есть готовый. Я с вечера почистил апельсин, поменьше, конечно, размера не получился. Вот, так что этот апельсин пойдет у меня в смуте. Обязательный ингредиент у нас, имбирь. Вот, ну, мы имбирь режем некрупно, храним помытый имбирь только в банке в холодильнике. Не мытый имбирь можно хранить так же, как картошку, но мы его храним тоже в холодильнике. Если имбиря очень много, его лучше перетереть и убрать в морозилку. Распластать его, так сделать пласт, чтобы всегда можно было осмомить. Здесь у нас один банан. Один банан, имбирь. Если у вас есть там мороженая клубничка или свежая, добавьте. Мы добавляем. Любые ягоды. Да, любые ягоды, правильно ты говоришь. Вот, ну, апельсин мы сейчас выдавим, сок. Вот, не поверите, больше десяти лет этой соковызымалки, это мне друзья подарили хорошую. Спасибо им. И он сок. Теперь смотрим, сколько у нас получается, будет взбиваться или нет. Мы добавляем до 400 миллилитров молока, можно чуть больше. Вот, молоко поставил на 30 секунд, подогрел слегка, потому что завтрак не должен быть ледяным. Можно просто влить или взбить, можно во время процесса вливать. От банана зависит консистенция. Если банан зеленоватый, такой свеженький, то консистенция будет густая. Если банан уже темнеет снаружи, то консистенция будет густая. Если не боитесь поправиться, можете два банана, потому что это фактически завтрак на двоих. Вот, мы боимся. Куда нам дальше-то? Тем более написано, коронавирус в первую очередь бьет тех, у кого лишний вес, у кого сахарный диабет. Не, ну сахар у нас килограмм на месяц, наверное так. Вот наш завтрак. Ну и еще по паре, троечке чашечек кофе. А, так, я пью кофе с молоком. Я немножечко побариваюсь за свой желудок. Немного молока, одна таблеточка подсластителя и двойной кофе. Я писал, как у меня эта машинка заглючила, что я сделал. И вообще, как профилактика. Кофь-машина у меня работает долго. Одна кофь-машина сейчас стоит у сына Бош. Очень хорошая здесь плеем. Ей уже на 55 лет дедаили. Теперь сейчас... Короче, ей в 13 лет будет кофь-машине. Спасибо, Валерий Петрович. Корицу не забудь. Этой кофь-машине 5 лет, но... Да, 5 лет мы ее эксплуатируем. Была беда, мы ее на улице оставили в мороз. Не разморозили 2 патру. Корицу. Да. Я пью кофе обязательно с корицей. Корицу я сам перемалываю. Не перемалываю я ее, я ее тру на терочке. Корицу я не жалею. И здорово купил апельсиновый карамель. Хотя я ее могу теперь сам делать. У меня полно апельсиновой крошки. Можно добавить сахар, сделать карамель и набить любую мельницу. И будет у вас апельсиновая карамель. Это вот мой кофе. Здесь чашечка греется. Сейчас будет кофе для моей супруги. Тоже двойной кофе. Она пьет очень крепкий. Поэтому у нас... Нет, конечно, без кофе-машины я не представляю жизнь. Я лет 10, из-за того, что у меня повышенное давление, не пил кофе. Я столько потерял. Я пил только пеночку. Кофе моей меночки. А теперь вот. Вот за здоровый завтрак. Оставайтесь дома. Не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...